Пап, прости, пожалуйста. Миша хотел пасть на игры два года, ребят, два года. Попадка тебя потом сложим? Ни в коем случае. Пишем. Всем привет, дорогие друзья, это канал Миша Зэ. Где-то 8-9 утра, воскресенье. И я еду сниматься в шоу Игры Габара. Ай, респекты! Респекты, дорогие друзья! Респекты! С вами Габар, а это Игры Габара. Игры Габара! Да, представляете, еду на Игры Габара. Это просто сумасшествие какое-то. Я уже два или три года подряд хотел туда попасть. В прошлом году скидывал видео, заявку, и в этом году скидывал. Вот, в этом году меня позвали. Если честно, пока непонятно, как там все будет происходить. Хоть я все сезоны смотрел, много чего повторяется. Надеюсь, что вам понравится. Обязательно потом перейдите, посмотрите, как и что было. Но, может быть, в эту мрачную погодку мы там сделаем настоящее шоу. Надеюсь, мои соперники будут порядочные, адекватные. Вернее, неадекватные люди. А я попробую поснять backstage, съемочный процесс. Может, пообщаемся с Габаром, с Сашей, с его командой и с ребятами, с участниками. Поедем, короче. Че сможем, то подснимем, че не сможем, посмотрите уже у Габара. Погнали. Есть небольшое ощущение, короче, чтобы у меня одна станция метро осталась. А вот, может быть, и домой поехать. Я вот думаю, я останусь лысым. Может быть, у меня появится татуировка. Или, может быть, я буду какой-то побитый, раненый. Или полностью все тело перекрасит мне. На самом деле, это такое. Я хочу ребятам предложить, давайте без парикмахерских. Потому что в каждом выпуске все стригут. И очень часто было так, что татуировка. Ну, кому же это неинтересно? Камон, ребята, давайте подумаем и что придумаем, что дарим. Я постараюсь, вам того советую. Ну, что будет, то мы поедем дальше. Так, я уже прибыл. Нахожусь в Москве. И, по-моему, нам туда-куда дойти. Сейчас заходим в переход. И газуем. Есть некое волнение. Но я думаю, что все будет хорошо. Но это не точно. Парень, парень, парень. Сейчас спросим у вас. Привет! А ты Габаров? Здорово. Участник? Да. Я тоже. До этого легче не стало. Ну да. Лучше бы вообще никто не пришел, да? Как тебя зовут? Никита. Никита. Вот это, получается, соперник, да? Я, короче, хочу сказать всем, чтобы убрали парикмахерскую. Потому что во всех выпусках, блядь, всех стрибун. Это вообще уже неинтересно. Я уже попрощался с твоими волосами. Да мне кажется, это надо убирать. Потому что, ну реально, там даже в комментариях везде пишут, что это хватит. Что такое. Что-то надо посерьезнее придумывать. Перекрестил. А ты писал уже? Ты пришел? Да. Я больше скажу, я написал, когда еще прилетел сюда. А, фига, ты откуда прилетел? Я из Питера. В Питера? Сегодня с утра прилетел только. В 5. Прикольно. Сейчас там посниматься, да? И потом что-то. Ноября. Нахвально. Фига себе из Питера. Интересно, откуда еще будут, ребята? Ну что ж, подождем. О, давай прикольным, что как будто я вас собираю всех. Да. Сейчас, по ходу, участие подходит. Вон он идет. Да-да-да, он махнул меня. Как будто махнул, как будто знакомый уже. Быстрее, минута осталась. Саша? Да, Денис. А, Денис, все. Привет, я всех собираю. И что, ты готов? Да, я готов. Развешу всех. Да? Да. Передай маме привет там или кому. Всем привет. Бис. Ладно, я тоже участник. Надо взбодриться немножечко. Ты откуда приехал? Я с Москвы, с Лихобор. А, Лихобор. Недалеко. Ну как недалеко, сейчас почти добирался. Пока самый далекий, да? С Питера приехал. Так, ждем еще. Так, я надеюсь, вот этот модмазель жесткой не с нами будет. Мандраж есть? Пока нет, да? То есть я после Фионы вообще не сыплю. Какой Фионы? Которая была в фестфинале. Это был самый жесткий фенал. Финал, да, был нормальный. Нормальный прям. Этот финал прям хорошо. Самый скучный выпуск Габара, когда были популярные. Да, да, ну они ясно ферен. А первый, который сезон? Да, первый, они были. А вот финал, третий. Ну на самом деле Габар, наверное, один из, ну один, который такой прям с подписчиков только зовет себя. Возможно. Ну у него есть выпуски вот с этими, где он подвешивал под над мостом, ну который со своими снимает. А так, ну прикольно тоже. А что Габара Бан там тоже? Подписчики, блогеры? Да, Габара Бан. Ну там тоже, да, такое, ну там лайтовые такие. Чисто поугарать. Не камент аут, да, нет? Не камент аут, не камент аут. Не камент аут. Пар, прости, пожалуйста. Нас встретили, все, мы идем? А мы втроем будем? Нет, все уже, блин, трогише прошли. А, а то я стою, что-то холодно уже. Проходите. Спасибо. Все, закончилось? А можно вход снимать? Ну, конечно. Я не знаю, сколько можно будет, по-моему, вставить, но да. Ага, потом. Так, все это за паспорта сейчас на лево. Окей. Коридор Славы. Слава Комиссаренко. Такие каламбуру сегодня будут. Удяемся. И тут. Проходите. Всем привет, ребята. Миша. Миша. Никита из Питера. Миша. Никита из Питера. Да? Мы заслышали. От Триникину Алену, наверное. Ну, ты вроде как раз сказал, что ты ее не знаешь. От мужа ее. Человека. Косноставчик. Я его зову, для себя. Будем ждать. Я покажу Аленку мне. Габар, че ви. Как настроение? Нормально. Вот подписывайте. Знаешь, для чего? Мы снимали недавно шоу Пульс, которое хуево зашло. И чувака выкусил Скорпиона, и он ему в реанимации был. Да ладно. Да, но в реанимации он был не потому, что ему было экирово. Все перенеращили. Потому что он обиделся. Позрали все. Больничек. Звоним в скорую. Блядь, у нас такая тема, у нас парня Скорпиона кусил. И врач, не втыкая, что происходит, спрашивает. Так, хорошо, дома это произошло или на улице? Он говорит, да, блядь, на улице. Шел, напрыгнул. Да, ну, короче, просто все испугались и постарковались. Потому что они не знали, что происходит. У него ни смертель, ни я. Ну, блядь, как ни смертель, нам так сказали. Причем, блядь, ты изначально порывался. И чувак, который был со Скорпионом, его 40 раз кусал. Кусал и нормально, да? Да, но есть такая тема, как, знаешь, есть аллергия, например, на пчелу. И можно и от пчелы сдохнуть. Ну, видишь, его 40 раз, ну, типа, кусал. Это стабильный, стабильный, стабильный. И, короче, ну, знаешь, это как пить. Лучше каждый день, чем противоядер. Это антидот у него. Ну, и, короче, все, просто все испугались. А практически ничего не было. Просто его в реанимацию положили, потому что, блядь, ну, раньше они не имели дело с людьми, которые... Которые кусалка. Да, так что, доставаем свет. Я думаю... Началось, началось, да? Да, ты с Ольвия, я ты жил, уже так убирай. До этого ходил, до этого ходил уборщица, траховала, а сейчас в туалет поставь. Я мужик уже такой манитаз делает, блядь. Все, мы подружились, теперь как? Как тебе? Это время. Это время, да? Да. А что решили-то? Планы. Ну, сюда пойти. Пробовал там, в прошлом году, позапрошлом? Я просто смотрел все игры, и мне, Байк Люду, нравится, как это сейчас у меня происходит, как это выглядит. И плюс, блядь, мне не хватает эмоций, и я, блядь, наркоман уже больше. У нас немножко выше. А я просто, это, люблю делать, выполнять задания разные, и постоянно спорю с ребятами. А, на слабо, типа, да? Да, на слабо, постоянно просто. А меня все опрокидывают, говорят, да не-не-не-не-не. И я вот нашел, наконец-то, шоу, ну как, уже сколько лет я смотрю Габара, там, с самого начала, вот, сказать. И я подумал, блядь, да тут же это, ребята, которые все выполняют, а я точно такой же, пойду сюда тоже, хули нет. Ну, чё, жена появится, семья перестанешь, хотя, глядя на Габара, да, жена, ребенок, а ты? А ты, а я, а я, а у меня друг участвовал в прошлом сезоне. А, а, я в целом, я часто у нас всякие тусычи, сборы, делаю комплексы сам. Ну, такие, по естественному, по лайковенькому, это не трое. Но, может, приборно, себя посмотреть, блядь. А ты че решил? Пойти? Че? Пойти сюда. А я отсидел, а я шел тут, курил. Я сидел, блядь, пиво проходил, меня позвали. Я сидел, на кухне курил, открываю телегу, там такие, принимаем заявки. Я такой, прикольно, пришлось затушить, но, типа, привет, добрый вечер. Хайф, хайф, типа, с вами Иван Гайф. Да, прикольно. А ты где блуз видишь? А? Короче, мы с ребятами забились, что мы никакую, нахуй, логическую херню не будем загадывать друг другу. На пидорасов. Да, только то, что на столе, блядь. Таааа. Не, просто сразу предупреждаю, я нас заебу этим потом. До смерти. Если кто-то сделает. Особенно, блядь, она дала, бля, алфавит, да, ой, не алфавит, а типа, один, два, три, четыре, пять. О, дэд, блядь, вот это вот тоже, ну, такое. Я смотрю, я не хуйню. Я тоже могу, знаешь, взять игру-головоломка, там, уровень, который я прошел, типа, на десять секунд. Это позадание с ценой, обычная, типа, там, какие идеи. Такой. Ну, блядь, попробуем, короче, с пацанами сделать крутой, качественный выпуск. Сделаем, короче, вот этот, ну, отборочный на финал, там, или куда, там, лучше, чем финал. Да? Прямо добьем. О, привет. Я такой, какой-то, пришел сюда с эмоциями, ну, и каждый, что хочет говорить, подпишем, так же, что вы хотите. Дальше мы садимся за стол и играем, как в самом первом сезоне у нас было, самая первая игра. С блогерами. Только поинтереснее. Здесь без блогеров, ну, вообще, два, один стример, один блогер, сами хотят принять участие. Ну, я вот думаю, просто, ну, нужно ли их сажать, потому что половина не заботится о репутации, то и все. Поэтому, здесь большой вопрос, если накопится количество блогеров и стримеров, которые готовы будут собирать, будет прикольно. А так, я думаю, мужской и женский стол, ориентировочно, 7 месяцев будет идти. Точнее, ну, для участников каждого стола, это всего 6 этапов, потому что 6 человек за столом, каждый из них выходит и потом финал. В идеале, хотелось бы делать, чтобы в месяц выходила одна серия, поэтому 7 месяцев. Потому что, если мы делаем игры, то у нас нихуя не смотрят, а игры смотрят. А хочется нам тоже что-нибудь поделать, чтобы тоже посмотрели. Поэтому, ну, вообще, сейчас тяжело делать игры, многие осуждают за телеграмму, но по-другому мы не можем. Блин, прикольная история, девочки с последнего финала попала в порно-кап. Ага, выложил, да, кто-то? Это которые? Которые раздевались, обе, да? Да, раздевались, да. Смешно то, что была такая шутка, ходила у команды типа, что мы, блядь, мы не в телеграмму, а выложим в порно-кап. Ну, мы-то не выкладывали, но мы выложили исходник в телеграмму. И кто-то выложил, и я захожу в порно-кап, мне выдает, да, название, Игорь Гавара, и по-другому две порнухи. Так вот, у этих двух порнух просмотров меньше, чем у этого. Так, дайте мне, да, типа, алё, процент тикеты. Да, все спорные моменты, потому что каждый раз появляются новые правила. Причём, Игорь Гавара не присылает новые правила, и они говорят, блядь, в этот раз нельзя это делать. Мы это узнаем, когда нас блокирует. А блокируют на стадии обработки, да, когда загрузил уже видос? По-разному, нет, не обязательно. Во-первых, мы на карандаше, каждая наша серия сейчас. У нас не бывает целей зелёной монеты. Это, блядь, блогер там разговаривает, блядь, монетизация, сверху, не аль. А выкладывается. Примерно... Не, не слышал. Три-четыре дня должно обрабатываться. Но это должен у тебя запас быть серии. У нас такого нету. Поэтому монетизация, пик проходит, первые три дня больше набирает. Но и мы не монетизируем игры, потому что пытаемся вообще не вызывать никакого интереса у ботов и у ютуба. Вначале, если алгоритм проверяет и видит какую-то жесть, он сам делает предварительную такую блокировку. Ты кидаешь заявку, если он его блокирует, то точно пиздец, никто не посмотрит. Например, из этого сезона три серии. Одна серия получила 18+, это прям вообще конец для серии, у неё нет шансов. И три серии было просто, получено 16+, это такой теневой блок, буквально не показывает. Но даже подписчикам не придет уведомление об этой серии. И мы узнаем в моменте, что запрещены человеческие выделения. Типа слюна, вот это все нельзя. Поэтому это ни в коем случае не ограничивает вас, но может быть вы замечаете, что там вот слюна это есть и нужно выпить ее. И мы делаем ощущение, мы показываем, что как-будто есть эта слюна. Фактически он ее пьет. Но на камере мы не показываем соприкосновение рта. Ну, в финале, по-моему, так же было. Да, да, да. То же самое было с тараканом. Она убила таракана, съела, и это не нарезано кадром. Она его съела, но на монтаже она взяла, вот так называется, вброд здесь срезка, она уже жует. То есть фактически не... Ну да, да, контакта не было. Да, 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 но теперь это тоже не кадет. Теперь некоторые куски прямо очевидно вырезаются. Потому что, например, если ты не кулинарный блокер, не доесть сырое мясо. Ухренеть, это как на это, блин, когда ИП создаешь, да, надо графики определенные прописать. Короче, и здесь получается так, вот мы на карантине когда сидели, сняли прикольную серию в плане монтажа, там где меня расстроило. Да, да, да. И мы чисто поугарали. А серия получила 18 плюс. И пришло письмо из-за того, что я съел червя. Червя съел. И уже сейчас вот эти игры, они становятся не таким контентом, они становятся, блядь, борьбой с алгоритмами. Тем самым, и нам уже не так это интересно делать. Потому что фактически здесь ты вырезал, мы все время выкидывали вот этот... Все равно интересно. Мы выкидывали фильм, и некоторые предпочитали вечернюю просмотру фильма, игры, потому что вызывает ощущение триллера. А сейчас, когда ты выпускаешь здесь, убрана в Телеграм и так далее, оно такое спорное. Поэтому мы все равно делаем это, потому что наш проект. Так что вполне возможно это последний сезон, но зарегаться не буду, поэтому... Ну а всем удачи. А я еще, кстати... Что? Чтобы был последний. Не хотелось бы, но стол тоже, понимаешь? Мне понравилось третий сезон, в квестах. Это было клево снимать. И это, но зрителям, например, не очень, не всем. Вот это более интересно снимать. Вот такое, ну, удалось мне снимать. Сейчас посмотрим, когда будет. А я вроде в комментариях где-то писал идею, ну типа идеи, ну как идеи, идеи из фильма. Так как, ну, бюджет мне не позволяет, но было бы прикольно, если бы ты, допустим, сделал либо с блогерем, либо тоже с обычными людьми. Поехал, допустим, я не знаю, там в Казань, в какой-то сейф положил. Ну, как Кристина и Бега, понял фильм? И тут собрал народ, типа, блять, у вас нет ни денег, ничего, там только паспорт, все карточки отдалите. Там телефоны сдали, блять, все. Я что-то не видел, но было бы прикольно, мне кажется, да? По Москве. Классная идея. Ну, по Москве. Не, не с блогерами, а с людьми там, либо дать по камере им, чтобы они снимали. Ты понимаешь, что ты зашариваешь, а так тебе нужно, блять, четко контролировать батареи и так далее. Баночки. Банки. Да, да, нет, вообще это прикольно, но смотри, я кому-то доверяю. Я бы поучаствовал. Я кому-то доверяю, вот ты мне приехал, дал количество материала, а у кого-то, блять, нихуя вам не привез, например. Ну да, я не знаю, как включается, да? Я вроде нажрал, а то не жмется. А красный огонь должен гореть? Я ехал автостопом до моря, и у меня была дохуя банок, у меня была дохуя батарейка, дохуя гоупро, простое все село наглухо, все село. Я искал там. Ну, это ты видишь, ты постоянно на камере, на диалоге. Есть на 65, вот такое, блять, 5 килограмм, если полагать, не знаю. Пофоткаться потом сложим? Ни в коем случае. Конечно, да. Сидим-то и обсуждаем, но на всякий случай, чтобы не было ни у кого аллергии, чтобы не было каких-то, и вот... У меня аллергия на перхоть лошади. Перхоть лошади. Знаете, на что у меня аллергия? На корм для рыбок. Вот это сухое. Как ты вообще это понял, блять? Подожди, ты пропустил, у него на перхоть лошади аллергия. У нас нет, у нас... Неинтересная. А я просто это, в бухгалатурном центре лежал, чтобы откосить от армии, и мне делали тесты. И там, короче, тест на перхоть лошади есть. Блин, на сперму бобра, нахуй, аллергия тоже. Ну, если вот эту струй бобра... У меня батя, он тоже, мы в деревне дом построили, он струй бобра, настойку делает и делает. Запах, конечно, отвратительный. Я тоже пробовал такое себе. А рыбий-жир? Да. Рыбий-жир? В детстве нам не только пробовал. Ну, в принципе, аллергия. Потом... Рассказать про мою? Блять, как это получилось? Да никак, просто у нас в детстве были рыбки, я их кормил, блять, потом начал чихать, блять, там, слезы всякие. И потом пошел проверяться в больницу. Есть домашний животик, да, блять, аквариум? И на эту херню проверили. Ну, я просто думаю, у меня в голове это выглядит... Знаешь, как проверяют? Так же, да, надрезочки делают на коже и чем-то капают. Ждешь, где воспалиться. И я решил сожрать корм у своих рыбок. Бля, хуёв! Нет, знаешь, что я ел недавно? Из Таиланда мне привозили жареных сверчков. Мне пизда была, я хуел. Я пацанам рассказывал, ну вот эти сверчки... А, видимо, консистенция такая же, как вот у этого корма, блять. Я сожрал, у меня все, блять, мне так забило, блять. Они стаканчиками, как сельская... Нет, сыпи нет, глаза, там нос, блять, все чешется, блять. Жутко. Не знаю, мы гоняли, я тебе говорю, там продают стаканчики. Помнишь, как раньше бабушки сидят, маленькие, большие? Да, да, да. Я ходил, блять, вот сколько мы там, две недели протусили с жидой, я две недели вот набирался в этот бумажный пакетик под два больших стакана и ходил на их сверчки. Да они не вкусные, да. Да нихуя, ну не согласен, они прикольные. Понимаешь, в чём прикол? Тебе пизда. Мне очень понравилось. В чём прикол, типа, когда их сюда привозят, их привозят не те, которые, ну, делают местные... Ну, упаковки в магазине. Не упаковки делают, а они там беспонтовые. А местные как-то со специями. Вот, да, эти были без специи, которые я пробовал. Обжаренные в масле, я нереально кайфовал, охуяется. Не, ну я люблю морепродукты вообще любые. А ты будешь потом выкладывать? Ну, туда, да. К себе. Не, а ты, наверное, спрашивался там взять? Я спрашивал, можно снимать, ну, бэкстедж, это получается, ну, от времени там, от съёмок, но я возьму там камеру. Только, блядь, давайте камеру, чтобы не разъеби камеру. Ладно, я не буду брать, я тут. Вы расчистился, что типа... Так, давайте договоримся, блядь. Не разъебывай мою камеру, блядь. Ну ладно, блядь, да не, я не... Да, просто зайдем, попиздим, короче. А не буду, блядь, потравим, блядь. Спорим, ты не скажешь слово, привет. Ты такой, привет, всё, ты выиграл. Играй вот так по кругу. Блядь, ну так пообщались, ну, уже всё... Уже типа, а я злой такой ехал. Думаю, сейчас я вам. Надо было не стыковаться. Да, надо было. Сесть в уголочек с музыкой, блядь, как именем. Не, говоря какого. Вот я тебе загадаю, вот выпей барку колы. Чё, не пойдёшь меня потом после этого? Конечно, блядь, мы соперники. Ах ты, сука, колу я заставил выпить, а я не люблю, блядь. Это пепси. А еще и с сахаром, блядь. Сори, 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 пепси, я не пью колу. Без пиздов, я пепси пью. Всё, видишь, мы друзья. Стоп, вопрос. Да не, посмотри, с сахаром нагибет. Посмотри, как пойдёт. Ну вот, мне кажется, уже какая-то стадия. Ну, не явно проявляется, но если я голодный, мне трясет. Не, может кто-то бухает там, может что-то с печенью. Единственное, что у меня есть, это слабость отолевая. Астма. Блядь, тебе острое нельзя. Может, я понимаю. А, может, ты ешь орешки. Я, короче, это, друг на день рождения в этом году. Да, острое, конечно. Купил орешки в этот вот Death Not Challenge. Блядь, всё хочу попробовать. И у меня было... Это ебанутая херня, особенно последний уровень. Я не знаю, я сметаной спасался. И мы всё выпили из молочки. И вот я единственное, что сметану... Ты Каролину пьярил? Абелец, Каролины Риппер, ел? Нет. А там эта херня на дразуме. Сколько там? Каролину ел 6 миллионов. А Каролину там 200, что-то такое. А это уровень 2 или 3. Это Нагара... А, ну, Габар же давал порезку, да? Каково? Габар ел Каролину, помнишь? Там штука. С Макс Брантом, что ли? Да, он шёл в туалет. Блядь, ну это ж... Очко просто горит, нельзя. У меня очко горело, наверное, часа два. Давай. Я снимался, помню. Давай, ну, свою историю. Блядь, опять? Айфот свяжу. Ну, было прикольно. Я в чём? Это просто реально было эмоционально. А тут, блядь, типа, можно опять? Да, ты же блогер, не спи. Ты снимай такие моменты сразу, блядь. А я был увлечён историей. Не успел. Марина, привет. Да, она же подписана, блядь. А кто знает? Да. А ты кинь вот так. Я потом узнаю. Она мне звонит, она сейчас живёт где-то в недьях, где-то в разнице с Москвой, до часов шесть по времени. Это же не знаю, где-то очень далеко, блядь. В какой-то жопе России, блядь. Она уехала, да? Блядь, кстати, мы разошлись на этой сцене. Всё-таки мне стыдно, да? И уехала. Я проработал почти год на вып... У тебя самая интересная история. Я встречался, короче, с девчушкой. У неё батя работал монтажником или как это так. Короче, свешивался там, утеплял здание. Вот. То есть, ну, строитель такой, в Кишинёре. Погонял у него нудный, это старый такой панк с огромной бородищей, там, блядь, весь в говне, блядь, и в водке. Короче, он такой, пойдём, типа, к нам, шмару с ней. Я такой, а я полдой пацан лет восемнадцать, я ещё даже, по-моему, в Армейке не сижу. Блядь, пойдём. Типа, почему нет? Я ж такого не пробовал. Короче, зацепили они какую-то бабу. Жили они под зданием, которое чинили. Там, типа, парковка была. И вот в конце там такие маленькие комнатушки, типа, для каждой тачки. Ну, давай, говори. Лучше слышно. А, я понял. И, короче, нудный идёт с этой шкурой, а мы идём с ещё одним товарищем, вперёд ушли, короче. Поворачиваемся, нет, блядь. Таким, ах ты ж, сука, старый дьявол, блядь. И тут, короче, спишка, вопль, и выбегает эта баба. И нудный за ней, стой, стой, короче. Ну, он подошёл, мы говорим, что случилось? Он говорит, блядь, ну, типа, пока шли, решил её ёбнуть разом, блядь. Говорит, завёл, поставил к стенке, вставил ей, блядь. Я старый больной человек, я опёрся на стену, а там, говорит, розетка оголённая. Ну, короче, через меня ведь моток прошёл, говорит, его как стало трясти, блядь. Короче, и баба просто съёмывала оттуда, да? В таком же родном, и трусы не было. Так, ребяточки, вешаем звук, и снова начинаем. Ты не знаешь. Это твой? Так, баба, это хороший день. Давайте. Куда идём? Звук... Нет, пока не идём, пока вам сейчас есть. А, всё, супер. Опа. Здрасте. Здрасте. Звучётчик. Дмитрий Луши, звук инвестор на планете. Азм есть царь, короче. Ну, неважно. Берём, вот, сюда, с ней звук, держим здесь, поёшь и сам. Ну, камера. Ну, камера. Ну, камера. Если мы снимаем, давай, я припью, сами снимаем, если вдруг там что-то, да? Да? И просто перед собой петличку-петличку-покладите, ладно? Чтобы мой звук был не очень. Окей. Ну, так и запишем, соответственно, чтобы не бегать каждый раз. Всё то же самое. Сейчас сразу вам звучку прибавлю. Что-то пацанычё хренов стало. Если будет бурчать живот, я реально жрать звук, я тебя просто очень сильно. Ничего, ты нажрёшься ещё. Да, ребята, погормите себя вот голодным. Если кто-то перед ним сидит... Без прикола. Если что-то есть... Нет, стол-то голый будет сначала, в начале. А, бля, поначалу уже. Первый, да. Ну, на втором. Потерпишь. Часотку как-то ждёшь. Бля, дайте сотку, я там после снимок пойду снег какой-то куплю. Бля, надо было в кофексе разбить двушку. А чё ты разбил? Стакан? Стакан? Пластик. Витрину. Вот так, да, вот так, да. Кофек всегда нравится. Раз, раз. Вот секунды, даже звук не наделал. Может он свалил вещи вот тут? Похоже. А кто спрашивает? Я люблю планировать. Он думал, по-моему, раз. Спланировал. Побегать. Побегать. Я ненавижу звук. И убежал. Угу. Началось, да, такое? Мандраж. Предвкушение. Сладость. Ну, как сказать сладость. Ну, что это? До первого. До старта. Ну, я, короче, тут в деревне. Потом в азарт. В азарт. Чего у тебя ещё было за шквар? Ну, блин, мне 30 лет, очень много всего было за шквар. Ну, ты главный видишь, помнишь? Ну, в принципе, я всегда как-то так получал, что я общался с сумасшедшей компанией. Типа там люди без репы творили разные хернии, поэтому... Много говна было реально. Чисто мурманская тема. Плюс? Мурманская. Я так понимаю, ты играл КВН, да? Да, да. Сборная Матищи, сборная Одинцова, сборная Москвы, сборная Первого Меда. Уральское пельмени? Нет. Я играл за оранжевое настроение и за эпатаж. Это две команды в Пьернестровье, которые вставали много с чемпионс. Вот. И, как бы, вот на КВНе творилась всегда херня. Да, да, да. Ты знаешь, типа, выпить там 10 банок пива прямо перед тем, как тебе выйти сейчас на сцену, и ты просто жил так вот. И у нас чувак, он реально синего играл, и он выходит, и все такие, ебать, актерище. А он просто заходит за кулисы и начнет блевать в ведро. Ну хоть в ведро, а прикинь, заходит за кулисы и на сцену, в струе такая. Доиграл, дашь, добил, блин, пьяного. Я играл в КВН, но у нас такого не было. Простое, в Кануле ходишь. Не, ну как ты на фестивале Сочи же был? Нет. Где не ездили? Мы писали сценарий на выступление сборной Молдовы у Маслякова старше. Один раз, по-моему, в девятом, или в единственном, или в десятом году, сборная Молдовы выступала. Вот мы писали сценарий. Ну вот тогда, когда КВН испортился, стал не тот, да? Да, вот почему. Нет, там была одна клёвая шутка. Эльдар нанесит уровень. Сейчас Сипа любуем просто. Чувак выставляет уровень. Мы выступаем на уровне. Ну да, закладная такая. Всё, повесили звук. Готовы. Ведут нас. Короче, на площадочке уже. Ну она примерно вот такого потемнее будет. Некоторые нюансы. Она будет такого цвета, только потемнее немного. Рабочее. И скорость всё начинается. Ну я могу надеть. Я не в принципе. Так, ребят, ещё самое главное. Смотрите. Постоянно случаются разногласия. Только камер. Вот это круто. Кому-то нравится, как сделали. Кому-то не нравится. Случаются разногласия, например, как было с наручниками. Что я человеческий говорю, блять, у неё руки меньше, чем у тебя. Она вытащит оттуда наручники. Я был против этого задания. Но если сам участник принимает его, то естественно он будет делать. Надо понимать, что физиологические задания типа, естественно, шпагат и прочее. Вы видите финальную версию игр. Но на самом деле здесь постоянно происходят споры. Где участвуют ребята из команды и рассказывают своё мнение. Потому что всегда очень много спорных моментов. Поэтому некоторые вещи во время игры я буду врываться говорить. Так самое главное, чтобы все участники игры остались довольны и приняли всё, что здесь происходит. Поэтому вот предупреждаю. Например, не стоит загадывать физиологические задания. И самое главное, будьте внимательны при загадывании своих заданий. Потому что вы загадали, а потом говорят, блять, ну я имел в виду не это. Или что-то такое. Уже много времени мы снимаем эту штуку. Поэтому более внимательно вы знаете. И лучше загадывайте, лучше исполняйте и не будет вопросов. Дим, что по звуку? Да. Все были птица. Вы можете и обращать её внимание, можете и не обращать внимание. Можете, наоборот, намеренно работать на эту камеру. Можете её не замечать. Самое главное вам обстрагироваться от камер. Обстрагироваться от нас. И получше удовольствие играть. Вот легендарный стол. Тот самый. Это четвёртый сезон, ребята. Это общее мнение. Я выражаю. Нет. Нет. Знаете, когда мы снимали второй сезон, мы... Бросили курить. Нет. Мы, короче, испытали неприятную штуку, которая... Мы всё время думали, как сделать так, потому что вначале все участники встречаются и в дико позитивной дружеской обстановке. И на одной из игр мы сделали такую штуку. Мы развели их по разных комнатах все, а они не видели друг друга. И морозили в лютой холодильнике, запрещали курить на протяжении двух с половиной часов. Ничего не изменилось. Ну, то есть, люди не испытывают какой-то преднамеренный негатив. Ну, да. К друг другу необоснованно. То есть, человек должен друг друга обидеть, либо что-то такое. Нет. Один метод уже поднастрал. Нет, нет, нет. Надо поволноваться. А почему мне нужно что-то не волноваться? Поверь, я и так буду волноваться во всю программу. Это знаешь, что есть люди, которые присылают заявки на игры каждый сезон и говорят, почему я не попадаю? Есть чувак, который присылает заявку на игры, и он говорит, Габар, привет. Я разъебу твои игры, потому что я ничего не боюсь. Берёт нож и вот так, блядь, проводит, по нему течёт кровь вот так. Понимаете? Ну, понятно. В принципе, понятно, почему. Она в принципе тут нужна. Нет, суть-то не в этом. Суть в том, что, во-первых, я хочу всем сказать ещё раз. Эта игра, она про то, чтобы сказать нет. Что у каждого есть границы и сказать нет. Не то, что да, блядь, я себе оторгую яйца. Нет, это игра про другое. Про человеческие эмоции, что где-то есть эта грань. Люди, которые без грани, это не всё, значит, в порядке. Поэтому и мы подбираем и ищем людей, которые дают настоящие эмоции и могут тебя вот тут переступить. А люди, для которых порезает лицо и он даже не переступил себя, это ну... Ну понятно, он тут всех убьёт и сам тебя ещё погибает. Он всех убьёт и ещё сам всё с ним. И всё сможет, да. Габар, и всё сможет, и всё сможет. Габар, ты чё? А ты чё можешь? Встань, ты чё? Да, да, Габар, встань. Габар, ты обещал ссылку вставить. Всё, короче, будем начинать. Я думаю, после первого раунда свяжемся с вами. Надеюсь, будет до слёз. Нормально. 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 Нормально? Нормально? Сам Габар вам стульчик передвинул, нормально? Два миллиона подписчиков. Два с хрена. Двести тридцать тысяч. Два с хрена. Утром смотрел какой-то. Два с хрена. Я бы сейчас могу. А что, ты будешь в кофте всё-таки? Будешь? Да, я ещё могу. Я хотел в кофте у меня подписчиков. Вот твои два человека, максимум размер. Можно просить в своё лево сесть? Ну я могу иногда, иногда его тоже. А его? Так? А вот его как раз в порядке. Вот так. Ага. Всё, огонь. Окей. Нет, без клада тоже. Ох, ребята, после первого этапа, это жесть. Это жесть. Ребятки, на перекуре я немножко остыть вышел. Весь красный. Это, блин, просто какой-то трэш. Я надеюсь, в выпуске будет всё понятно. Меня трусит не от холода, а от заданий и вообще. Мне надо было выхаживать всё в выпуске увидеть. Я не буду что говорить. Но это жёстко. Это жёстко, ребята. А вот. Вот они, бойцы сидят, есть на перекурчике, дышат воздухом. Как первый этап? Пиздец. Нет, посмотрите. А мне хватило. Ему хватило, мне хватило, а ему нет. А я как расстроен, это пиздец. Слиться на такой хуйне, это… Всё увидите, короче. Сейчас мы бежим на второй этап. Там будет ещё жёстче. Блин, ещё раз. Это жёстко. Все всегда говорят, кто когда на играх, говорят, что это жёстко. И тут не так, как за экраном. Это правда. И мы ещё раз это скажем. Ну да. Ну да, у меня всё равно видео выйдет. После выпуска. И, блин, прости, пожалуйста. Ну это задание было. Папа, я тебя люблю, прости. Всё. Погнали дальше. Ну всё. Всё. Осталось раз, два, три, четыре участника. Он меня выбил. Он… Ну ты меня разъёбывал, блин, пиздец. Это было… Это была месть. Плохо, конечно. Блин, я не смог… Не смог… Крышку вытащить конченую. Ну потом вы увидели выпуски, наверное. Ладно, всё. Всем пока. Ещё полболтаем сейчас в примерочке. Спасибо, ребят, за участие. Миша… 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 Хотел пасть на игры два года, ребят. Два года. Я первый раз ему говорю, ну что тебе тут делать, мужик? Зачем тебе это надо? И я думал, что там тот сценон проскочит и ты забьёшь на это. Да. Но ты всё равно продолжал. Второй сценой прислал заявку и я рад, что ты приехал. Спасибо. Посмотри, как это делается внутри. Жалко, что слетел на такой штуке. Жалко вообще. Ничего страшного. Ничего страшного. Я думаю, честно говоря, это лучше, чем ты ушёл бы… Чем дальше, ты входишь в азарт. И, например, ты смотри, ты сделал эту штуку. Потом какая-то пограничная вещь появляется. Ну непонятная. Звонок отцу – это тоже пограничная история. Ты себя переборол и уже сделал жёсткое. Потом ещё жёстче. И в какой-то момент появляется какой-то пиздец. И ты думаешь, я уже столько говна сделал. Почему я там заднее? Поэтому я тебя поздравляю, что ты уходишь с неиспоршенным желудком. Жив-здоров. Спасибо, спасибо. Я желаю, чтобы твоему отцу хоть сказать… Простите, мужикам всегда нужны эмоции. И лучше такие… Чувак, как там говорится, не в подъезде бухаем соус. Соего соуса выпили, да успокоились. Если будут ещё какие-то прикольные… Обязательно, обязательно, конечно. Поздравляю тебя. Спасибо. Полгода. Респект! Вот так поболтали с Габаром. Блин, на самом деле, на таком этапе вылетел. А-а-а! Я бы повторил, честно. Я бы повторил. Но это всегда все. В любом случае, у всех такие мысли. Кто вылетает, думает, я бы сделал круче. Ну, было как было. Габар – крутой чувак. Прям чёткий. Он мне реально всегда симпатизирует, как личность. Правильно слова сказал. Чем дальше, тем хуже. Может быть, и так надо было. Поеду домой. Посмотрим, что там делает Люси. Давайте заглянем. Я приехал домой. Удачник приехал. А чего? Удачник? Удачник. Как дела? Нормально. Астрелы? Зачем ты нас не умирал? Все, в район, в районе. Только что Габар выпустил, что осталось три участника. Да, я видел. Ну, блин, Миш, если бы тебе она на бровь выпала, то все равно не выполнял. Я бы ушел, конечно. Что-то мне сейчас папа позвонил, я взяла трубку, а он молчит трубку. Перезвонила бы. Перезвонила, молчит. Может, теперь он решил с нами? С нами поиграть. Ты стираешь, что ли? Не, я вещи перебираю, искала кофту и нашла. Все, ребят, что могу сказать? Ты остался с волосами, с бровью, без татуировки. Ну, я вообще, да, в принципе, не пострадал. Покажи вкусу змей. Ну, вон, точка и там две точечки, видишь, маленькие. Маленькая змейка. Давай я тебя обрабатываю. Да и надо обрабатывать. Что надо? Вот, не знаю, блин, то ли из того, что я сегодня ничего не ел, и сверху, блин, вот эту бутуле соуса выпил. Вот, что-то у меня так под башка разболелась. Ну, это расстроилось, наверное, за то, что башка разболелась. И так, в целом, может быть, эмоции просто оставил много. Но по эмоциям там реально круто. Вообще круто. И очень тяжело, на самом деле. Очень. Да, кажется. Нет. Ну, кому-то да, кажется, то, что что-нибудь там. Ну, я как объективно смотрел всегда эти шоу, я сразу знал, что это жестко. Это жестко, но я не думал, что... У вас столько? Не то, что не думал. Я не знал, что настолько жестко. Потому что я не проверял это на себе. У нас первый этап продлился четыре с половиной часа. Мы его снимали. Самый долгий этап был. Дольше, ну, не было ни разу. За все четыре сезона. Но это прикольно. Если вы от Габара приехали, пришли, посмотрели мой канал. Супер классно. Я очень рад. Оставайтесь у меня. Много всего интересного снимаю. Постараюсь чаще это делать. Ну, так как еще работа есть. Какие-то свои личные дела. Но посмотрите канал. Дальше, посмотрите видосики. Напишите в комментарии, что бы вы хотели видеть от меня. Может быть, какой-то видос вас зацепит. Много чего снимаем. Влоги, челленджи. Гулянты, тусовки. Что мы снимаем? Да, короче, что в голову приходит, то и снимаем. Вот так вот. Спасибо всем. Спасибо Габару. Папа, еще раз извини. Спасибо всей команде Габара даже. Ребята, те, которые были со мной. Вы все крутые. Молодцы. Чмяк-мук-бума. Короче, спасибо за просмотр. Пока-пока. Подпишись на канал. Обязательно. Обязательно. Подпишись на канал.